Глава муниципалитета Юрий Гришан и президент Магаданской федерации бадминтона Виктор Медведев подписали соглашение о социальном партнерстве. Благодаря нему в школах областного центра на уроках физкультуры появится бадминтон. Федерация бадминтона решила вовлечь в этот процесс школы города Магадана через четвертый урок физкультуры. Для этого они сегодня передали наборы бадминтонного инвентаря, сетки, валаны и в том числе и предлагают услуги тренингско-преподавательского состава Федерации бадминтона Магаданской области. Этому было посвящено сегодняшнее подписание соглашения о социальном партнерстве между мэрией города Магадана и Федерацией бадминтона Магаданской области. Бадминтон начал развиваться еще в Советском Союзе с 1961 года. В 1992 вид спорта включили в программу Олимпийских игр. По словам специалистов, после этого бадминтон стал еще популярнее по всему миру. С момента возникновения и до сегодняшнего дня в игре изменились правила, стали лучше площадки и инвентарь. Он является одним из видов спорта, который входит в программу подготовки космонавтов. Что на удивление, да, вроде как бы для чего? А вот для того, чтобы развивать вот именно эти качества, быстрота мышления, реакция, координация. В бадминтон играют по всей России. Магадан не стал исключением. В областном центре Колымы этот вид спорта начал развиваться с 2017 года. Изначально определенного места для занятий не было, да и тренировались полюбительски. Однако сейчас все изменилось. Со спортсменами работают профессиональные тренеры и многократные чемпионы России. Есть результаты. Наши спортсмены в ноябре этого года участвовали во всероссийских соревнованиях и заняли третье место в парном разряде. Поэтому то соглашение, которое мы сегодня подписали по развитию и популяризации бадминтона, безусловно, увеличивает массовость занимающихся. Специалисты готовы проводить открытые уроки для учеников школ, их родителей, а также мастер-классы для тренеров. Одна из главных программ – бадминтон и зрение. По словам экспертов, польза для глаз необычного вида спорта давно доказана. Родителям с детьми после обращения к лечащему врачу выдадут направление на занятия бадминтоном.